Добрый вечер, дамы и господа. Как я и обещал, я пошел на вернисаж фестиваля Нордика, который открывается, как я понимаю, сегодня. Вот он перед вами. Я не нашел практически ни одного знакомого лица, хотя вообще-то я довольно долго тусовался по всяким вернисажам в Болгарии. Сейчас публика почему-то совершенно другая. Вообще просто ни одного человека я знакомого не вижу. Это очень странно. А пока еще ничего не началось. На самом деле готовятся какие-то перформансы. Внутри есть разные объекты, видео, какие-то рисунки. Я потом покажу это ближе. Вообще впечатление достаточно положительное. Сделано все вполне конвенционально. Ничего, конечно, особо крутого нет, но и нет какого-то откровенного дерьма. Чтобы я плевался. Такого нет. Так что все, так сказать, в рамках приличия. Сама галерея довольно приятная на вид, как вы видите. Да, вот она такая большая, современная галерея, большое пространство. Вот, соответственно, и потом я буду разгуливать по ней. И, ну вот, к сожалению, я не знаю, с кем здесь поговорить, потому что я, правда, не знаю никого. Такое со мной совершенно впервые, потому что теоретически здесь должен был быть один организатор этого всего мероприятия, некий Воин де Воин, такой художник, который, в общем-то, сейчас занялся кураторством. Он один из четырех организаторов этого фестиваля. Но я знаю его исключительно по фото в фейсбуке. Я его никогда живьем не видел. Он, если и знакомый, то знакомый Борян. Потому что она с ним делала несколько лет назад квир-форум, в котором он участвовал, собственно говоря. А где он сейчас, я не знаю. То есть, ну, есть какие-то люди похожие отдаленно на этого человека. Но примерно все одинаковые конфигурации, поэтому я, откровенно говоря, за счетой затрудняюсь, кто есть, кто и кто где. Ну, повторяю, что я буду разгуливать по этому мероприятию и, соответственно, комментирую. Сейчас я выпил бокал довольно невкусного вина. Потом увидел у всех какие-то фирменные бутылочки. Видимо, пиво какое-то, которое к открытию, что ли, было сделано, не знаю. Выглядит такое, как будто такое не продается в магазинах. Наверное, это, может, чей-то арт-объект, который раздавали. Я, может быть, опоздал на это все мероприятие. Так что не могу сказать, откуда эти бутылочки взялись. В общем, мне не досталось. Сейчас, потом я сделаю крупный план. Называется это белштырк, то есть белый аист. В общем-то, ну, штырк, я не знаю, почему не штырк, а штырк. Вероятно, есть какое-то основание, почему это сокращено. Наверное, это какой-то сленг, который я не понимаю. Никто мне ничего не объясняет. Соответственно, никто меня здесь не ждал. Поэтому, ну, что сказать, я на свой страх и риск буду здесь путешествовать, потому что мне сейчас откровенно нечего делать. Я должен как-то отдыхать после Америки. Очень, конечно, хотелось встретиться с какими-то знакомыми, но их просто нет. Очень любопытно, что их нет. За силу я пока прощаюсь и продолжение, соответственно, в следующем видосе. Спасибо за внимание, чай-чай-чай, подписывайтесь на канал. С вами был Олег Вараме.